и кстати руслан ты же новенький да мне 8 лет я только первый раз пожалуйста японские буквы и катаканы на одном месте они где-то выложены марусь посмотреть а мы не говорим проходить и ролик 2 класса руслан тебя есть это и ручка или карандаш там еще по мастеру короче что написать нет ну если на севсюду принять его сейчас можно на бумажку написать не не а 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 и и и а что такое роман поэтому спрашиваю это роман он раньше приходил на занятия но потом он в школе уже уроки в школе поэтому там бумажка карандаш ручка и так далее короче может если ты придешь урок выучить хирогану и катакану у нас просто выходим к и ролик и я не хотела держится на месте если придешь конечно ну или ты уже знаешь хироган это ладно давайте еще раз продолжать так ларион сегодня мы будем опять эти роли как раз домашнюю работу это и роли в зол ну пройдется обзор тут только есть одна загрузка еще один иероглиф слон это тоже это других словах например как фотосировать и так далее или например и тогда хотя бы руку поднимите там по интернету вот этот иероглиф вот этот иероглиф пишем вот пишем его три раза показываем или поднимаем мне кажется скажи пожалуйста раз рома хочет записать можно конечно сейчас спасибо поднимаем руку и так далее придумать это напишите слово вот это слово а Наверное, да, я написал. Хорошо. А слово написал? Да. Молодец. А как говорится слово японское? Что да? Короче, так, дальше. Видя подписал, что эта игра вдруг она не придет. А, кстати, мы в каком-то там занятии говорили про геншин. А, да, геншин. Так вот, я его установил. А ты не знаешь, что сегодня эта игра будет или нет? Не знаю. Ну ладно. Вот, этот иероглиф, он проявляется как «шики» и «о» и «хираганэрю». Он используется в словах, например, «сломать пополам». А, нет, ну, нет, не пополам сломать, а «сложить». Сложить бумагу. Ну, и так далее. И что он вот так. Вот. Вот тут вот этот. Вот. А мы не успели записать? Вы так быстро убираете. Чуть-чуть налево. Чуть-чуть вверх. Спасибо. О, Собиакрафт, я думал, ты не придешь. Собиакрафт, короче. Рассказывай, что мы сейчас проходим. Проходим иероглиф «шки» и «ору». Запиши пока это слово. А, я могу тебе потом еще буду, могу ваттапе скинуть иероглиф. Который мы сейчас проходили с «зол», например. Да, хорошо, можешь сказать. Сейчас мы вот этот, вот этот сейчас в это пишем. А, как произносится? Произносится, да, он произносится как «шки» и «ору». «Оно на хирогане» и оно используется в словах, как, ну, «сложите бумагу», например, и так далее. А, кстати, у меня в Генше, по-моему, на Сяо «Гарант» есть. А, как опять произносится «частицы»? Опять? Верну, как «шики» и «ору». А что значит «опять»? «Скору» используется в словах, наверное, «сложить бумагу». Это слово «сложить». Спасибо. Пока вы даже пишете. Так, дайте речь. А все написали? Спасибо. Все написали. Да, вы же писали. Это шоу. Это называется, например, в словах, как «выпускной». Что он означает? Как оно произносится? Он используется в словах, например, как в «выпускном». У него нет значения. Он используется в словах. Спасибо. 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 Потом идет иероглиф «докон». Например, используется в иероглиф «железо». Ну и еще в других словах. Пишет он вот так. Не-не-не, не вот так, а вот так. Вот так, вот так. Спасибо. Помогите. Помогите. Можешь, пожалуйста, еще раз показать? Пожалуйста, пожалуйста. Можете даже поговорить. Можете даже поговорить. Админ в учете показать. Начинаем. Мы продолжаем. Проблема идет иероглиф «хиль» и «краберю». «краберю» — это, например… plutôt еще один Osaya «краберю». Без нееBE трат sting и крутит «крабер» И вот так. А может, всё-таки вот так. А может, вот так? Или так? Да нет. Наверное, всё-таки не так. Нет, наверное, всё-таки так. А что он значит? Сейчас, погодь. Что нас зовут? У него есть два, это... Сравнивать. Он ещё используется в словах сравнивать. Он это слово сравнивает. Сравнивать. Так, у нас прям в классе, короче. А, наши истории будут здесь. Итак, продолжаем. А, это пока-то последнее. Что вы, например, хотите знать, там что-то ещё, там, какие-то слова, какие-то там. Про Японию, что-то. Ну, типа, японский урок же это не только уроки. Но за другие уроки я сама не проходила. А есть какие-то вопросы, там, когда-то, да, напомни мне, глупый, что такое щикоры? А? Щикоры, то, что мы проходили. Ну, первое, сейчас. Это не щикоры, это щики. Это не щикоры, это щики. Пусть используются в словах. Сейчас, подождите, сейчас посмотрю. Я не знаю, как это будет в словах на русском. Складывать, по-моему, что-то такое. Нет, нет, нет. Это другой рогу. А, организация. Бой, со словами организация. А можно будет сказать ичи, чики, ни. Один плюс два. Нет, это не так работает. Чики, это, это, его используются, наверное, в школах. И вообще, наверное, в чуваку будут использовать, например. Чики, как это сказать на русском? Чики, это, типа, пример. Это не плюс. Вот. И вот, когда говорят, хочешь сказать один плюс один, это будет ичи, тасы, ичи. Тасы, это плюс. Кику, это минус. Какеру, это умножить. Вару, это разделить. Итаде. Итаде, ипп. Итаде, ипп. А еще, например... Для чего вопросы? История, например, из Японии, это не только японский. Это можно, но только японский. Интересные вопросы есть? Любые. Отвечу на любые, если могу. Я пытаюсь найти свой карандаш. Например, я не знаю, может, и в России тоже, но один, например, пример японского класса, пятого класса. Некоторые в школах ставят огромный аквариум с маленькими рыбками, Медака, и всех изучают. И когда у них появляются дети, у нас есть гороскоп. И смотрим через них у него. Это одно из странных вещей в японском классе. Все каждое утро. О, смотри, у него там серка двигается. О, мозг, мозг. Смотри, глаза, глаза, ну смотри на меня. О, он мертв. А что «Гоку» значит? Что значит «Гоку»? Ты про что? «Гоку»? Да. Что оно значит? «Гоку» ничего не значит. Оно не происходит в словах. Сейчас прогуглю. Как я знаю, оно не происходит в словах. Это не слово, это просто в словах. «Гоку», «Гоку», «Гоку». Как говорит переводчик «Очень». Ну, это тогда будет «ЦУГОКУ», а не «Гоку». Например, в мангах это используется, когда, например, хотят опознать звук, когда ты пьешь. «Гоку», «Гоку». Например, какие-то вопросы по японской школе, например, есть и заинтересовались, конечно. Есть? Да, да, думаю, кто будет взять. Насчет школы. Когда у кого-то у вас длится лет? Летние каникулы у вас, по-моему. Летние каникулы у нас начинаются где-то седьмого, седьмого, двадцатого, где-то или двадцать девятого. Потом они ведутся один месяц, это август. Потом они начинаются в октябре. У нас нет таких промежутков времени, кажется, ничего не делаешь. А у нас тоже нету. Много домашней работы. Очень много домашней. Как-то у нас не густо. У нас не густо как-то летит. Мы каждый раз работаем в таможне, работаем и делаем у тридцать первого. О, как-то это ощущение, когда это дождать все ночью не было. Вот, давайте, например... О! Как раз новое слово получим, как раз загадку позбираем. Что означает слово... Котай. Я, как раз, гугл отказать, и я. Я, как раз, гугл отказать, и я, как раз, гугл отказать. Я, как раз, гугл отказать. Арион, догадки есть? Арион, догадки есть? Домашка? Нет. Это будет чикной. Чикной. я зашла в словарик когда все читают литературу я ее слушаю по аудио это слово уже проходили слово это школа а кто-то кроме своих игроков смартфон 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 обмену будем Иларион, ты помнишь? Иларион, алло. Нет. Почему? Не знаю. Тогда вспоминай Слофи Крафт. Отвечать. Можешь пока писать тетрадку или бумажку? Можешь писать без книжки, без тетрадки и посидеть в гугла? Написать до десяти, как мы учили? Нет. Йон Джуни, 42, на иронику. Без тетрадки, без книжки, без... Подожди. Йон Джуни... Ларион, смотри, роман, смотри. И учитесь. Подожди, подожди. Йон Джуни. У нас есть любой Йон? Да, было тут четыре. У нас есть... Ичи, ни, сан, ши, го, року, нано, хачи, кю, ю. Слак. Например, я уже говорила, что, например, у Йон и нано, и вообще у этих цифр есть еще одно звучание. Ичи, ни, сан, ши, го, року, нано, хачи, кю. Йон Джуни. А, я нашла. Йон... Йон Джуни. Ой, молодец. Так, Ларион. Тебе цифра 35. Сколько? Три, пять, пять. Три, так. Сан, дю, го, на 42. Молодец. Так, да, молодец, Офиграф, молодец, правильно. Сан, дю, го. Да, напиши. Обез гугла. Офиграф, пятерка в копилку. А, кстати, как входит в сотню? Цень. Ей даже специальный рог для этого. Как? Цень. Цень? Цень? Знаете, знаете это? Уничтоженные призраками. Да. Понимаете это? А, это ее имя. Да. Ее сначала называли Чихиро. Потом у нее брали Миккабуб и получили цен. Это тысячи. А тысячи это же когда три кружочка. Ну вот, цен. Ахяку это сто. Я говорила про сотни тысяч. Почему? Смотрите, здесь сто. Это Ахяку. Есть тысяча. Это Сэн. Потом идет Ичиман. Ну, если говорить про аниме, то уничтоженные призраками ее назвали Сэном. Бедненько. Все по аниме. Понятые? Что-нибудь. Так. Извини. Белый голубь. Это пишется так. Сотни. Вот там немного криво пошло. Ну, я только что. Это Ахяку. Это сто. Ну да, сотни. Да. Хорошо. Сейчас тысячу. А Сэн, когда ее назвали так, это больше не тысячи, это когда-то три нуля. Еще я тогда... А. Ну, знаете, например, комикс 3-цкарт. Там, например, если кто не знает, там в конце всех показывают всех персонажей из королевства одного. Там у них всех названия, там всех времен, месяцев, годов. Еще лето, зима и весна, и осень. Нат, хары, фури, аки. Вот так ее и называли. Я слишком наклонила черточку. Да, ничего страшного, это нормально. Главное, чтобы можно было читать. Например, еще... Две минуты. Да, да. Например, еще... А, еще знаете же, ходячий замок хаула? Да. Например, помните там сценку, где он говорит, обменил, чтобы он подминул замок на... Ну, куда-то, ну, в какую-то сторону. Например, не знаю, это, наверное, правильно просто перевели, конечно, но мне немного странно было. Потому что в книжке, когда я читала наиболее, там было написано, подвинь замок на тысячу километров, а тут говорят, чтобы он подвинул какой-то именно в сторону. Не знаю, это, наверное, было правильно. Я просто... В сторону в чем? Ну, да, да. А там было, говорится, на тысячу километров. Да. Ну, тогда должна была быть координата, на какую, куда? Да, да. Потому что на тысячу километров можно вперед, назад, вправо, влево. Я ее оторвала, она больше не печатается. Молодец! На русском? На русском. На русском. На русском. На азбуке. На азбуке. Я даже могу даже несколько книжек, но я класс буду читать. Мне все интересно, конечно. Помню, как мы, я дома начинала, и мы такие читали, азбуке способницей. Да. Хотите, могу вынуть рублику? Нет, давай говорить на переменах. Ура! Потом. Да, пришлось. Да, так, еще что-то, например, например, какие-то слова такие прикольные. Это уже понятно, что ее назвали сеном, это, например, больше тысячи. Ну, например, о, еще и прикольный в катаканах. Они не только используются, когда на английском там или из других стран, а еще, когда, например, в мангах, это когда звуки, например, издают. Там звуки деревья, звуки воды, например. Это тогда используют катаканы. На меня этот звук, например. Катаката. Возьмите катаканы. Еще прикол был еще в Японии, что это, когда... Вообще древности там, древности. А, древности. А, да. Марусю, у нас 6 минут осталось. Я знаю, я думаю. Ну, значит, заказываю урок. Всем до свидания. Можете визуальность. Продолжение следует. Продолжение следует.